Эти мемориальные таблички можно назвать золотыми. Речь не о драгоценности материала, из которого они сделаны. Дело в содержании. На них фамилии людей, которые сражались за свою родину. Многие из них участники не одной войн. Вот, например, Сухов Иван Прокофьевич принимал участие в Гражданской, Первой мировой и Великой Отечественной войне. Все эти люди принимали участие в историческом параде победы на Красной площади в 45-м. В них память почтили первые лица Самары. Главный мемориальный комплекс Парка Победы, установленный в конце 90-х, состоит из стелы в честь Победы в Великой Отечественной войне с Вечным огнем и стены с памятными табличками, похожие на Кремлевскую. Справа размещаются таблички с именами людей, в честь которых названы Самарские улицы, а слева 9 табличек с фамилиями участников Первого Парада Победы в Москве. Ежегодно в мае и июне здесь появляется много красных гвоздик. В день Парада Победы цветы к Вечному огню возложили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Мы, как люди, в которых течет кровь победителей, мы преодолеем любые сложности, любые пандемии, любые другие угрозы. Нашим врагам не на что рассчитывать. В наших жилах течет кровь победителей. И я хочу сегодня, может быть не имея такой возможности 9 мая, всех вас от души сердечно поздравить с праздником Великой Победы. Губернатор Самарской области поблагодарил главу города Елену Лапушкину за то, что с каждым днем парки, скверы и площади становятся ухоженнее. В Самаре появляется все больше памятных мест. Нам действительно с вами есть чем гордиться. Сегодня тоже праздничный день, тоже юбилейный день. Мы не просто сегодня здесь, в парке Победы. Мы возложили цветы к мемориалу наших куйбышевцев, тех людей, которые принимали участие в параде 45-го года. И, конечно, вот эта память должна жить с нами десятилетиями и веками. Пока эта память с нами, тогда и силен наш народ. В Самарце почтили память участников войны, и дождливая погода не стала преградой. Это праздник для всех нас. Это память о наших дедах, о наших прадедах, которую мы бережем и, конечно же, говорим огромное-огромное спасибо. Во-первых, это коснулось и мою семью, и семью моих родных и близких. И 9 мая, к сожалению, не получилось должным образом отметить этот праздник, который отмечается каждый год. И сегодня я решила прийти, и погода – это вообще не помеха тому, чтобы отдать память тем, кто отдал за нас жизнь. Около 200 куйбышевцев города прошлись по центральной площади страны в июне 45-го. Парад Победы продлился чуть больше двух часов и ознаменовал собой начало новой эпохи мирного неба над головой. Мария Левина, Константин Головин. События.